Комета К нам приближается комета, которую астрономы уже окрестили кометой столетия. Окрестили пока в виде аванса, почти заочно, но вполне серьезные подозрения, что эта комета может стать действительно кометой столетия, есть. Однако по порядку. Это комета Иссон, которую открыли два наших соотечественных. Один россиянин, другой парень белорус, еще в прошлом, в 2012 году. Работали они в обсерватории в городе Кисловодск. И заметили эту комету на небосводе. Она была тогда крошечной такой звездочкой примерно 18 величины. Сейчас яркость ее постепенно увеличивается, потому что комета к нам приближается. По расчетам, если все пойдет так, как положено у комет, если она сохранится, то где-то в конце года, это где-то 26 декабря, она пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Там несколько десятков миллионов километров. Но комета может разгореться так, что встать на небосводе ярче Луны аж в 16 раз. И вот в ожидании этого зрелища астрономы окрестили эту комету, кометы и столетия, потому что столь яркого такого шоу небесного в этом столетии не было и вроде бы как не ожидается. Теперь об опасениях. Они тоже вполне обоснованы. Примерно где-то в конце ноября комета должна пройти рядом с Солнцем. То есть она вот летит, летит, летит. Сейчас она не очень-то видна. Где-то она пересекает орбиты Юпитера или Марса. Потом дальше она огибает Солнце и уже вылетит по направлению к Земле. Вот обогнет Солнце она где-то в конце ноября. И вот тут, значит, возможен следующий исход событий. Либо комета Солнца, либо она расплавит комету, и она практически уничтожится. Такое с кометами бывает. Либо комета благополучно минует Солнце и, разогревшись как следует, распушив хвост, устремится к Земле. В обоих случаях ничего такого опасного для нас нет. Кроме красочного зрелища. Но если комета там испарится, никакого зрелища не будет. Просто такой же какой-то легкий туман. Если она благополучно минует Солнце, то будет ярчайшая зреть вот та самая комета столетия. Но возможен и третий вариант. Комета, облетая Солнце, под действием его гравитации может распасться на нескольких кусков. И вот это крайне опасно. Потому что тогда поведение этих кусков уже никто не сможет точно предсказать. И тогда высоковероятность, что какой-нибудь из кусков или даже несколько врежется в нашу Землю. Но опять это станет ясно примерно где-то в последних числах ноября. Казалось бы, фантастика такого быть не может. Однако, такое в истории Земли уже бывало ровно 130 лет назад. В 1883 году мексиканский астроном Хосе Банило, наблюдая в телескоп за Солнцем, заметил на фоне Солнца какие-то странные передвигающиеся объекты. Он их сфотографировал в то далекое время. Через три года опубликовал этот снимок в астрономическом журнале. И вот спустя 130 лет современные астрономы проанализировали этот снимок и пришли к совершенно потрясающим выводам. До этого анализа считалось, что Банило зафиксировал на фоне Солнца пролет летающих тарелок. У Фолги были просто в восторге, потому что считалось, что вот это 1883 год, первый снимок НЛО вообще на фоне Солнца. То есть тогда долгое время праздновали победу. Но астрономы сказали, нет, никакой это не НЛО, а это осколки кометы. Переведя изображение полученной Банилы в цифровую форму, астрономы насчитали 447 объектов диаметром около километра. Но самое страшное выяснилось, что они не просто двигались на фоне Солнца, они пролетели рядом с Землей. Причем некоторые крупные объекты пролетели всего в 500 километрах от поверхности Земли. В 1883 году этого никто, естественно, не заметил, но вот астроном зафиксировал это. То есть что случилось, по мнению ученых? Какая-то комета, значит, огибая Солнце, распалась на несколько кусков, и эти куски устремились в Солнце, и вот они прошли в такой непосредственной близости от Земли. Естественно, есть опасения, что, а вдруг такое повторится и сейчас, во время пролета кометы и сон. КОНЕЦ